Котлеты с другим вкусом Добавляю сюда пряности и специи Орегано, хмели-сунели, черный перец и соль И также добавляю сюда соду Немного кинзы Добавляю в фарш белый батон в молоке Фарш готов Его нужно накрыть и ставим в холодильник минимум на 1 час Фарш у меня охладился Половину фарша я выкладываю на разделочную доску Руки или в перчатках смазываем растительным маслом, можно водой Отрезаем вот такие порционные колбаски Руки смазала растительным маслом Формирую колбаску И выкладываю форму для запекания Котлетки готовы И сейчас я их отправляю в духовку на высокую температуру Выпекаются они очень быстро Другие котлеты я буду панировать и жарить их на сковороде Обсыпаем лишнюю муку Чтобы котлетка была в тонком слое панировки Готовые колбаски котлетки выкладываем на разделочную доску смазанную растительным маслом К котлетам я приготовила лук Залила его горячей водой с добавлением соли, сахара и уксуса В лук добавляю зеленую кинзу и немного укропа И добавлю немного всесезонной специи с красным острым перцем Легкий пикантный салат готов Разогреваем сковороду с растительным маслом И широкой лопаткой я перекладываю наши колбаски И обжариваем колбаски со всех четырех сторон до румяной корочки На высоком огне Возможно на это уйдет 4-5 минут Когда закончили обжаривать последние котлетки Перевернули их и через пару минут Докладываем сюда все Добавляю немного воды Закрываю крышкой И тушу ориентировочно 8-10 минут На огне меньше среднего Наши колбаски готовы Посмотрите какая получилась красота Очень нежные и мягкие Колбаски из духовки тоже готовы Сейчас все будем пробовать Вот посмотрите, очень видно, что колбаска получилась сочная Эта колбаска приготовлена на сковороде жареная Она тоже очень и очень сочная Для этих колбасок обязательно приготовьте Вот такой салат с маринованным луком и зеленью и специями Невероятная добавка к этим колбаскам Также можете сделать абсолютно любой гарнир по своему вкусу Готовьте с удовольствием Всего доброго и до новых встреч с вами